здравствуйте гости и подписчики моего канала спасибо вам за то что вы подписываетесь на мой канал оставляйте свои комментарии а также оставляйте мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны сегодня по просьбе моих подписчиков я сделаю расклад на честера биннингтона это солист группы линкен парк очень известная группа и мне нравится их композиция их музыка и творчество честера честер родился 20 марта 1976 года а 20 июля 2017 года его обнаружили собственном доме повешенным меня попросили сделать расклад на причину все-таки смерти конечно я посмотрю что же все таки там произошло возможно это не было самоубийством но однако хочу сказать что творческие люди часто страдают от депрессии от психических расстройств люди теряют самообладание терпение и в первую очередь что я буду смотреть эмоциональное состояние перед смертью и конечно же причину смерти что же все таки там могло случиться что с ним произошло почему так сделал а возможно ему помогли первое эмоциональное состояние честера эмоциональное состояние причина смерти что это не может быть Вот то, что я вижу в данной карте, здесь, обратите внимание, здесь два мужчины, двое, они в союзе, и они как бы со стороны, свысока наблюдают за всеми остальными, а у одного, вот у этого мужчины, уже накинута верёвка на плечо. Вот так, как я вижу его эмоциональное состояние, его волновал иерархический мир, который устроен по принципу пирамиды. Наверху существует больше возможностей, чем внизу. Но здесь, знаете, что ещё есть в этой карте? Здесь должно быть терпение, потому что терпение в ожидании чего-то, а я вижу эмоциональное состояние, что у него было у Честера желание освободиться от чего-то, что-то давило на него. и вот этот второй мужчина, это как бы, да, это его друг, это его единомышленник, который мог думать, чувствовать, видеть этот мир так же, как и он, так же, как этот мир видел Честер Биннингтон, и он мог покончить жизнь с самоубийством гораздо раньше самого Честера. А вот в этой вот карте есть конкуренция, соревнования. Возможно, были люди, которые участвовали в заговоре против группы и против самого Честера. И это, конечно же, связано с его творчеством. Думаю, что как раз-таки здесь был момент какой-то зависти, и Линкен Парк, группа их вызывала у кого-то зависть, а так как он был солистом этой группы, он слишком близко воспринимал какую-то критику по отношению к себе. И что же я вижу дальше? Причины смерти. Во-первых, ну, тройка кубков – это прежде всего карта расслабления, карта веселья. Он, возможно, был то ли он был в алкогольном опьянении, то ли еще под чем-то. Дальше. Король Пентакли. Король Пентакли сам по себе очень обеспеченный, очень самодостаточный человек. У него есть все. У него есть власть, свобода, потому что у него есть деньги. И вот когда-то у Честера была цель стать очень богатым и знаменитым. У него, да, и все было. Но что еще здесь я вижу? Идет низшее влияние. Потому что на карте, опять-таки, здесь череп нарисован. А череп – это что? Это смерть. Это символ разрушения временем. Смерть неизбежна. И дальше идет карта скуки. Да ему было скучно. Вот знаете, вот такое ощущение, что как будто бы все есть и как будто чего-то не хватает. И он мог находиться периодически в жутком состоянии депрессии. Возможно, потому что человек не мог находиться сам с собой наедине. Вот он был как будто как гоним. Вот когда есть люди, которые не могут находиться сами с собой. Потому что включается внутренний критик. Потому что мозг начинает бешено работать. А часто ум у людей, одержимых, является врагом для самого человека, для его души. Потому что король мечей – это как палач идет. И он очень коварный и злой. У этого короля в ногах человеческие головы. Он собирает человеческие головы и черепа. Это, вы знаете, это однозначно одержимость. Он, прежде всего, пытался защитить сам себя от самого же себя. И здесь на карте женщина стоит в центре круга. И горит огонь. И эта женщина пытается защитить себя. Вот этой огненной энергией она пытается защитить себя от демонов и от инферальных сущностей. Это лярвы. Это подселение. Если человек много употребляет алкоголя, наркотиков, однозначно есть подселение, и на него налипают лярвы. И человек оказывается в замкнутом круге. У человека вся его энергия уходит на борьбу с самим собой. У него не хватало внутренней энергии. Вот те люди, которые его окружали, фанаты, которые его любили, которые слушали его музыку, его обожали, его семья, они не давали, возможно, ему той энергии, той силы, чтобы ему справиться с этим внутренним демоном. Но ему нужно было однозначно серьёзное лечение. Человеку было очень тяжело, я ещё раз говорю, с самим собой наедине. С одной стороны, он должен был какое-то время находиться сам с собой, но как только он находился сам с собой, его ум диктовал ему какие-то вещи, от которых ему становилось очень плохо. И он уже не видел смысла в этой жизни. Вот всё есть у человека, всё, всё есть. А ему скучно, ему плохо. Вот он сидит, смотрит в окно, как будто жизнь прошла мимо него. Цветок завядший, ветер уносит, жизнь, молодость. Возможно, у него были и какие-то проблемы со здоровьем. И он понимал, что несмотря на свою популярность и успешность, вот тот единомышленник, который у него был, единомышленник, друг, он покинул его. И ему, может быть, было тоскливо, скучно. Какие угодно в его голове могли роиться мысли. Где, я ещё раз говорю, ум часто человека вводит в заблуждение. Это, знаете, как компьютер, который поймал вирус. И плюс ещё ко всему. Те люди, которые его не любили, не любили его творчество, как-то его критиковали, соперничали с ним. Знаете, пошло наслоение, лопнуло терпение. И он решил вот таким способом закончить свою жизнь. Конечно же, это поспешные выводы. Конечно же, ему не хватило терпения. И он понял, что там, наверху, на небе, нет вот этих вот земных оков, нету там того, что душу его раздирает. И я всё равно вижу, что Честер Беннингтон, он был как вот гонимый. Он постоянно путался среди дорог. Да, он был талантливый, он был прекрасный, замечательный. Но внутри у него было постоянное беспокойство, гонение. Я вижу причину его смерти именно в том, что он был одержим демонами, сущностями. Его душа страдала, и он жаждал этого освобождения. А душа страдала от того, что был алкоголь, наркотики, и деньги были, и слава. Но как-то это всё он не выдержал. Вот это испытание, вот этой славы, деньгами он не выдержал. Я вижу это так. Если вам к данному раскладу есть что-то добавить, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok